Педагог в крайне тяжелом состоянии, дети в больнице. Так обстоят дела в данный момент с участниками поножовщины в Перми. Напомню, сегодня в 10 утра в Общепрозавательной Пермской школе два подростка устроили драку на ножах. Такова версия следствия. Из-за этого пострадали 9 учеников 4 класса и педагог. По информации очевидцев, в ЧП учитель защищала школьников от двоих вооруженных подростков. В результате она получила ранение. Ей провели операцию, но состояние все равно остается крайне тяжелым. Однако с официальной версией не все согласны. Так в соцсетях говорят, что нападение было спланировано. За несколько дней до событий сообщается на телеграм-канале МЭШ. Один из нападавших рассказал знакомому, что планирует устроить нечто в школе. Что именно не пояснил, но обещал, что будет громко. К слову, в школах Перми уже началась проверка безопасности, а в Госдуме обсуждают, что необходимо сделать обязательными профстандарты для охраны в школах. В то время психологи рекомендуют не поддаваться панике. Вы знаете, самая худшая форма реагирования – это паникерство. Это тут же, значит, бежать, искать деньги на охрану, ставить какие-то новые гаджеты. То есть сейчас большинство родителей будет искать какие-то варианты, как можно лучше это отконтролировать. Но, наверное, в данной ситуации лучше всего сесть собственным ребенком и проработать эту ситуацию дома. Не за компьютером, не рядышком с какими-то планшетами и так далее, а именно словесно. Не нужно углубляться в какие-то глубокие психологические дебери. Просто нужно спросить своего ребенка. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, это хорошо, что произошло или нет? Ни в коем случае нельзя оставлять эту ситуацию непроговоренной, непроработанной. Проработанной.